В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Поздравление ветеранов, парад военной техники, возложение цветов к вечному огню. Торжественный митинг ко Дню Победы прошел на центральной площади города. Акция, объединившая миллионы, сыровчане приняли участие в шествии бессмертного полка. Кубок Победы на Икаре прошел турнир по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. 9 мая на Красной площади прошел парад в честь 77-летия победы в Великой Отечественной войне. Перед шествием парадных расчетов к участникам, зрителям и всем россиянам обратился Владимир Путин. Президент поздравил всех с праздником, рассказал о политической ситуации в мире и сообщил о новых мерах поддержки для семей погибших военнослужащих. Мы гордимся непокоренным, доблестным поколением победителей, тем, что мы их наследники. И наш долг хранить память о тех, кто сокрушил нацизм, кто завещал нам быть бдительными и сделать все, чтобы ужас глобальной войны не повторился. И потому, несмотря на все разногласия в международных отношениях, Россия всегда выступала за создание системы равной и неделимой безопасности. Системы, которая жизненно необходима всему мировому сообществу. Традиционно парад открыли пешие расчеты, в составе которых промаршировали военные казаки-юнормейцы. Механизированную колонну возглавил танк Т-34. Также москвичи и гости столицы увидели самоходное артиллерийское орудие МСТА-С, робототехнический комплекс Уран-9, сидельный тягач Урал-63-704 и многое другое. В крылатом строю над Москвой должны были пролететь тяжелый истребитель-перехватчик МиГ-31 и истребитель пятого поколения Су-57, штурмовики Су-25. Однако воздушную часть парады отменили. В финале Парада Победы сводный оркестр исполнил военную песню «Родная страна», которая в свое время входила в репертуар народного артиста СССР Иосифа Кобзона. 9 мая – особый праздник для каждой семьи. В России сложно найти человека, которого бы не коснулась ужасная война, унесшая миллионы жизней советских солдат и мирных жителей. Традиционно в День Победы на площади Ленина проходит торжественный митинг в изложении цветов к мемориалу «Вечный огонь». 27 миллионов жизней унесли 4 года самой страшной, кровопролитной, жестокой, безжалостной войны в нашей истории. Она оставила кровавый след на судьбах миллионов людей. Сотни саровчан собрались на площади в особый день – день, когда наши предки победили. Выстояли, отвоевали свою родину, подарили нам мир. 9 мая – поистине всенародный праздник, и для каждого он значит что-то свое. Это мой прадедушка. Ну и на День Победы мы вспоминаем победу родственников, которые некоторые отдали свои жизни на то, чтобы мы жили в мире. День Победы – это все у меня. Отец воевал две войны. Финскую, отечественную. В 48-м он только демобилизовался. Ну, отдать дань погибшим, живым, чтобы жили в мире. Мы вспоминаем тех людей, которые воевали и защитили нашу мирную жизнь, нашу страну, Россию, Советский Союз. Потому что это есть. Мы живем благодаря этим людям. Практически у всех гостей праздника с собой обязательные атрибуты Дня Победы. Георгиевская ленточка на груди, а в руках – гвоздики, как символ памяти погибших в той страшной войне. В нашей семье Костюкова три человека погибли в этой войне. Их уже назад не вернуть, как и многих миллионов. Священная война с фашизмом. Воины-победители, которые после войны пришли и восстановили страну. И особую миссию реализовали здесь, на территории Сарова. Создали ядерный щит. В далеком 1941-м добровольцами на фронт отправилось более 950 сыровчан. 523 из них не вернулись с полей сражений. Имена жителей нашего города, которые отдали свою жизнь за великую победу, увековечены возле памятника «Вечный огонь». Мы преклоняем колени перед великим поколением победителей. Оно сделало для нас многое. Оно защитило нас от нацизма. Оно дало жизнь нашим будущим поколениям. Оно сохранило мир, восстановило города и селы, достигло грандиозных успехов. Новое выступление для гостей праздника подготовили барабанщики. В завершении торжественного митинга ровным строевым шагом на Центральную площадь вышли пионеры города, активисты Союза детских организаций «Сияющие звезды» и Городского союза старшеклассников «Статус». Также саровчане увидели колонну ретро-техники Военно-исторического общества «1945». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». Сильное эмоциональное всенародное шествие Бессмертного полка ежегодно объединяет миллионы людей по всему миру. Из-за пандемии два года оно проходило в онлайн-формате. На праздновании 77-й годовщины победы у саровчан вновь появилась возможность пройти по центральной улице города с портретами родственников, которых они помнят, которыми гордятся. За каждым портретом история. Прадеды, деды, бабушки, отцы, матери, мужья и жены. Они сражались и погибали за нас, за своих близких, ковали победу в тылу. Они верили, что их не забудут. Спустя 77 лет память о героях той далекой страшной войны жива. Ее передают потомкам, и даже самые маленькие саровчане знают, какой великий подвиг совершали герои. Это мой прадедушка Самсон Иван Михеевич. Он прошел всю войну, дошел до Берлина. У него было пять детей, после войны родилось еще три. Это мой прадедушка Королев Константин Михайлович. А что ты про него знаешь? Он в 10 лет пошел на войну, и он возил снаряды. Людмила Носова пришла сегодня с портретом своего супруга Владимира Васильевича. Он был на фронте, дошел до Австрии, где и встретил долгожданную победу. По возвращении домой работал учителем физики в пятой школе. Каждый год, несмотря на пандемию и запреты, 9 мая женщина приходит к памятнику с портретом супруга. Достойный, интеллигентный, умный. Родился в Сибири, в Томске, сибиряк. Теперь я осталась одна вдова ветерана войны. Акция прошла умиротворенно, со слезами на глазах праздник наш. Хорошая погода, очень приятно было. Народу много, саровчане молодцы, пришли дружно. В бессмертном полку многие шли целыми семьями, чтобы передать эту бесценную память детям и показать, как важно не забывать тот подвиг. Дедушка Наталья Семенко прошел две войны, финскую и Великую Отечественную. Был сержантом, воевал, но говорить о тех временах внукам не любил. Тяжело было вспоминать те годы. Замечательный человек. Строил срубы, два высших образования, пел прекрасно. И вот был такой момент интересный, мама рассказывала. Значит, взорвалась граната, и осколочные ранения были очень множественные. И то, что смогли хирурги, помогли освободить. Руки попало в тело. А потом с годами у него в течение лет 10 или даже 15, вот эти осколочки из тела выходили. Многие участники шествия проделали немалую работу, чтобы найти информацию о своих родственниках, живших в годы войны. Любые данные о них собирали буквально по крупицам. Лидия Парусова пришла на шествие с портретом своего прадеда Ивана Михайловича Чурмаева. История его жизни известна семье только по рассказам бабушки. Мы искали, конечно, о нем информацию на бессмертном полке, просили, через Минобороны запрашивали. Но, к сожалению, информации, так он призывался с Днепропетровского, у нас, увы, мало. Знаю, что были медали, но бабушка в старости их все выбросила, прабабушка, так как она не любила войну. В конце шествия участники акции возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь». 9 мая в Нижегородском метро начал работу поезд «Победа» и курсирует он по автозаводской линии. В Нижегородском областном правительстве отметили, что экспозиция в вагонах поезда расскажет посетителям о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. В ней отражены мирное время, санитарный вагон, блокада, банно-прачечные поезда, штабной вагон, бронепоезд и, наконец, возвращение домой. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В преддверии Дня Победы личный состав Саровского гарнизона Росгвардии провел для ветеранов парады и концерты прямо под окнами. Такую традицию в нашем городе в прошлом году заложил командир дивизии Сергей Гошков. Как написал глава города Алексей Сафонов в соцсетях, в Сарове участников боевых действий осталось всего 16 человек. И пока у нас есть возможность дарить им праздник и тем самым благодарить за подвиг, мы будем ей пользоваться. Также в преддверии празднования Дня Победы в Младежные патриотические клубы и волонтерские отделения Юнармии провели акцию «Подарок ветерану». В ее рамках молодежь нашего города вручила подарки ветеранам Отечественной войны, выразив свою признательность и уважение к героическому подвигу поколения победителей. С двух часов дня 9 мая праздничная программа началась в парке имени Зернова. Для юных сыровчан подготовили тематические локации и мастер-классы. Также в парке можно было услышать песни военных лет. А в Поймире Кисатис прошла выставка военной техники военно-исторического клуба 1945. Подробности далее. Вилли с полуторка, ГАЗ-67 и мотоциклы М-72. На выставке военной техники под открытым небом прикоснуться к истории Великой Отечественной войны можно было буквально. В машинах гостям разрешали посидеть и сфотографироваться. А в руках давали подержать настоящие ружья и автоматы военных лет. Здесь представлена военная техника времен Второй мировой войны. Одна машина послевоенная. Всего мы оставили после парада здесь у нас 6 единиц, потому что вся техника сюда не унесилась, которая участвовала в параде. Поэтому выбрали по одной машине всей колонны. За всей техникой члены военно-исторического клуба 1945 бережно ухаживают в течение года. А к 9 мая проверяют и ремонтируют механизмы, чтобы машины могли участвовать в параде. К параду уже и к таким мероприятиям мы готовим к выезду, чтобы техника не подвела, чтобы она ездила, смогла передвигаться. То есть это обязательно подготовка. Изначально мы либо восстанавливали, либо какие-то части покупали, реконструировали сами, своими силами или специальными мастерскими. В это же время, несмотря на испортившуюся погоду, в парке имени Зернова участники клуба самодетельной песни «Струна» создавали душевную и теплую атмосферу с помощью песен под гитару. И нет нам покоя в горячей крови. Также в парке гостей ждали различные мастер-классы, конкурсы, игры и эстафеты. А в поймире Кисатис на экране живой памяти показывали документальные фильмы о войне. Здесь же прошла онлайн-акция «Бессмертный полк». Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». По-своему отметили 9 мая любители футбола. На стадионе «Икар» прошел турнир среди саровских команд на Кубок Победы 2022. На соревнованиях побывала и наша съемочная группа. Каждый год 9 мая на стадионе «Икар» проходит турнир Кубок Победы. Команды любителей футбола таким образом отмечают самый главный народный праздник. Праздник, который живет в сердце каждого из нас. Хоть каким-то образом мы помним и чтим тот поступок геройский, который совершили наши предки. После парада, после торжественных мероприятий на площади города мы собираемся здесь и играем в традиционный Кубок Победы. Раньше на Кубок принимали ограниченное количество команд – восемь. Их делили на две группы, они играли в круг, затем победитель первой группы встречался с победителем второй. И их матч выявлял сильнейшего. В этом году рамки турнира решили расширить. Решили дать возможность поиграть и заявиться большему количеству команд, коллективов. И вот в этом году у нас 13 команд. Ну, решили формат по олимпийской системе на вылет, там посмотрим. В турнире принимали участие как молодые команды, только сформированные, так и сборные различных предприятий, которые играют на полях Сарова уже не первый год. «Авангард», «Восток», «Дюсш», «Икар», «Фламенго», «Сокол», «Ника». Кстати, последняя в этом турнире участвовала первый раз. Наша команда представляет Российский федеральный ядерный центр. Мы играем уже достаточно долго, 6 лет этим составом. И представляем город на различных соревнованиях, представляем ФНИЭФ на Росатомских соревнованиях. У нас уже такой сплоченный коллектив единомышленников. У нас в рамках подготовки к Росатомскому турниру, который здесь в июне пройдет, решили заявиться и на этот турнир поучаствовать, попробовать свои силы здесь. Большинство команд, которые приняли участие в турнире 9 мая, летом встретятся на чемпионате и Кубке Сарова по футболу. Новый футбольный сезон в городе стартует в начале июня. Екатерина Пенова, Сергей Черильин, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!